Шейк говорит, если, допустим, мы будем сидеть с врачами, с докторами, о чем мы будем разговаривать? Будем рассказать о медицине. Если мы будем с какими-то военными, о чем будем говорить? Об оружии, об армии, о вещах, связанных с этим. Если кто-то занимается телефонами, о чем он будет говорить? Он говорит, 14-й айфон, в нем то-то, то-то есть. Скажет, а там скидка есть 50% на них и далее. Мусульманин в любом собрании, если упоминается что-то вне религии, должен постараться поменять разговор в другое лоно, в другое русло перевести, в русло ислама. Почему? Потому что он создан для поклонения, и разговаривать тоже нужно об этом. Однако у нас проблема одна из себя. Однако от некоторых праведных предшественников передается то, что они говорили, сторонитесь, то есть в наших собраниях не говорить о двух вещах. О каких? Говорит, предостерегали от того, чтобы погружаться в разговоры относительно женщин и относительно еды. Почему? Потому что, возможно, это собрание посетит какой-то обычный человек. То есть, если студенты будут только об этом разговаривать, о женщинах, о еде, один говорит о женщинах постоянно. Люди могут подумать неправильно понять, поэтому, говорят, не нужно разговаривать об этом, нужно переводить разговор относительно ахирата, относительно вот таких полезных вещей каких-то. Он говорит, никогда никто не слышал на собраниях шейха الإسلامа Ибн Таймия ни сплетен, ни какого-либо поклёпа. Если кто-то посещал собрание, оказывался на собраниях, где был шейх Алли Салам Ибн Таймия, обязательно вспоминал об Ахирате, о последней жизни. Поэтому, в каком бы ты собрании не был, постарайся донести пользу. Не является обязательным, чтобы ты встал и сказал и начал худбу. Нет. Вот, допустим, говорит, например, мы сейчас находимся в месте шаваль. Если кто-то скажет, кто мне напомнит о пользе по 106 дней месяца шаваль? То есть спросят, даже в виде вопроса ответа, допустим. Он говорит, знаете ли вы, что Ибн Таймия говорил, то, что Умра в месяц... Я говорю, она астахир Аллах, айюхума афдаль. Умра в дзул-Ка'да, а Умра в Рамадан. Он говорит, знаете ли вы, что Умра в дзул-Ка'да может быть больше своей награды, чем Умра в Рамадан. И говорил, я даже и стихару делал, что лучше. Умра в дзул-Ка'да месяц или Умра в Рамадан. Он говорит, не знаю. Есть это, говорит, посмотри, поищи, допустим. Задай вопрос, то есть человеку, задай вопрос. Наведи его вот на эту мысль. И потом скажи, посмотри, пусть. Тоже наставление некое. Допустим, кто-то... Кто награду берет? Почему? Потому что первый... То есть если кто-то за этим последует и сделает это, кто награду возьмет? Шейх, почему? Потому что он указал на это. Он побудил его, он наставил его поискать этот вопрос. Кто-то, допустим, не намеревался даже шесть дней Шавуаля поститься. Однако шейх его побудил и сказал, в этом есть достоинство свое. Проси помощи у Аллаха. И постись, за это тебе будет награда. Допустим, Сахих Бухари все знают. То есть одно слово иногда произносишь, и за это что? Всю награду себе забирает. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в одном из своих хадисов сказал, не пренебрегайте ничем из одобряемого. Даже чем-то малейшим, не пренебрегайте, говорит, этим. Используйте, то есть это. Если это одобряемое, благое. Продолжение следует...